Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Гозиас была неприятно удивлена новостью о том, что Костя Иванов одолжил Андрею Чуеву миллион рублей. Девушка требует, чтобы Костя забрал деньги назад. Она объясняет это тем, что нужно готовиться к свадьбе. Гозиас мечтает о шикарном свадебном платье, о красивых кольцах, о веселом девичнике, средства, на которые нужны именно сейчас. Марина Африкантова воспользовалась тем, что Илья Ябаров халатно относится к своей работе и организовала Андрею Чуеву побег из изолятора. Ябаров устроил концерт самого себя и, повернувшись спиной к изолятору, стал репетировать песни в наушниках. А в это время Марина навестила Чуева. Когда она поняла, что Ябаров не отвечает, ничего не слышит и не видит, девушка стащила ключи со стола и освободила своего жениха. Теперь о событиях на Сейшелах. Иван Барзиков и Саша Задойнов любезно уступили фею острова, Катю Кауфман, Венцеславу Венгржановскому. Но после того, как они в волю позанимались с ней волшебством, Венс принял девушку в свои объятия, но он постоянно говорит о том, что не доверяет ей, что неудивительно. Также Саша и Ваня ездили на романтическое свидание. Ваня с Лизой, а Саша с Кариной. Романтический квартет за душевными разговорами. Подписали они свои снимки. Ходят слухи о том, что Маргарита, бывшая девушка Вани Барзикова, заменит на Сейшелах участницу, которую изгнали за драку. У Ильи Короткова и Ани Малько в отношениях все хорошо. Аня пишет, в моей жизни появился человек, с которым я хочу проводить все свое время, радовать его и лелеять. Чувства переполняют мою душу и тело. Эти моменты я чувствую крайне редко, так как я не влюбчива. Надеюсь, со стороны Ильи это взаимно. Но их пару пытается разбить Майя Донцова. Она приходит каждый день и каждое утро к ребятам в комнату. Аня доверяет своему парню и соперниц не боится. Как вы помните, Богдан Бобрик и Настя Волынец поехали уговаривать маму Насти, не забирать ее с проекта. Поклонники этих участников обрадовались, потому что появилась надежда, что без камеры они непременно помирятся и снова будут вместе. Ну а пока Настя публикует фотографии с дочкой и со своей подругой. Оля Рапунцель совершила глупую ошибку, из-за которой она потеряла многих своих поклонников. Она перепутала блоги и опубликовала в своем инстаграме пост от лица Димы Дмитренко. Фанаты давно подозревали, что именно Ольга пишет посты от его имени. Потому что Дима не склонен к романтике, а на своих страницах в соцсетях он постоянно публикует строгательные признания о Рапунцель в любви. Николай Должанский с другом Малиновским дали интервью журналистам. Колян планирует вернуться осенью на Дом-2. Без меня, говорит, проект смотреть неинтересно. Мак Малиновский разложил карты Таро, они показали, что Должанского ожидает самое светлое будущее. Он найдет любовь на проекте и в творчестве преуспеет. Также Мак предсказал будущее и ведущей Ольге Бузовой. По поводу детей ей не стоит горевать. До 2019 года она станет мамой. Малиновский увидел у нее двоих ребятишек. После ухода с проекта Вова Гаути и Катя Гужвинская до сих пор вместе. На фотографии они вместе с маленьким сыном Вовы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.